Друзья, всем привет! 4 октября компания Google провела свою очередную презентацию, на которой представила для нас с вами свои новые классные смартфоны. И в этом видео мы с вами посмотрим, каким получился самый мощный и флагманский гаджет компании, который в этом году получил название Google Pixel 8 Pro. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Новинка получила классный OLED-дисплей на 6,7 дюймов с разрешением 2992 на 1344 точек. Это 490 ppi. Частота обновления здесь 120 Гц. А защищает всю эту красоту фирменное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2-го поколения. Данная панель выполнена по технологии LTPO, а это значит, что частота обновления здесь переменная от 1 до 120. Например, если вы смотрите какой-то динамичный отрезок в фильме, ваш дисплей может работать на всех 120 Гц. А если наоборот, вы смотрите какую-то статичную картинку, ваш дисплей может работать вплоть до 1 Гц. Также частота может быть переменной 92, 118, 11 и так далее. Это очень классная технология, которая очень сильно помогает экономить заряд батарейки. В сердце у нас новейший чип собственного производства компании Google. Это Google Tensor G3. Я вам напоминаю, восьмиядерный процессор, где одно ядро у нас Cortex-X3, 4 ядра Cortex-A715 и 4 ядра Cortex-A510, а также графический ускоритель Immortalist G715S Titan M2. В тестах данный чип должен набирать по ожиданиям фанатов около миллиона баллов. По оперативной памяти все прекрасно, но лишь один вариант. Память LPDDR5X 12 ГБ. А вот по внутренним накопителям все еще лучше. Здесь больше вариантов. Самый первый 128 ГБ у нас UFS 3.1, а далее сверхбыстрая память UFS 4.0, 256, 512 и 1 ТБ памяти. Поддержки microSD, к сожалению, нет, но мы с вами к этому уже привыкли. Еще из интересного по коммуникациям, здесь у нас двухдиапазонный Wi-Fi 7, Bluetooth, есть датчик NFC и выход USB Type-C версия 3.2. Сканер отпечатка пальцев размещен под дисплеем. А прямо из коробки новинка работает на новенькой операционной системе Android 14. И что самое главное, она чистейшая здесь. Это то, чем и славятся смартфоны от компании Google. Голый, чистый Android 14. Габариты устройства 162,6х76,5х8,8 мм. Вес 213 грамм. Ну и самое главное нововведение в этом году. Дело в том, что компания Google представила новую функцию в своих смартфонах. Это термометр. Теперь, например, поднеся задней крышкой смартфон к колбу человека, можно измерить его температуру. Очень классное нововведение. И компания Google, одной из первых из больших компаний, внедряет это в свои смартфоны. На задней стороне у нас располагается блок камер, состоящий из трех модулей. Основной из которых на 50 мегапикселей. С апертурой 1,68. Угол обзора 82 градуса. Здесь у нас заявлена оптическая стабилизация изображения и возможность записи видео 4К и 60 кадров в секунду. Далее широкоугольный модуль на 48 мегапикселей с апертурой 1,95. Угол обзора 126 градусов. И третий модуль телеобъектив на 48 мегапикселей с апертурой 2,8. Угол обзора 22 градуса. Здесь у нас заявлена, во-первых, оптическая стабилизация изображения, а во-вторых, пятикратный оптический зум. А на обратной стороне в панчхолл вырезе посередине экрана сверху располагается фронтальная камера. Она на 10,5 мегапикселей с апертурой 2,2. Угол обзора 95 градусов. А за автономность у нас отвечает батарейка емкостью 5050 мАч. С поддержкой быстрой проводной зарядкой на 30 Вт. И с поддержкой быстрой беспроводной зарядкой на 23 Вт. Ну что ж, друзья, вот такую вот новиночку для нас с вами представила компания Google. Я вам напоминаю флагманский, самый мощный смартфон, который получил название Google Pixel 8 Pro. И теперь мы с вами плавненько переходим к тому, ради чего мы здесь с вами и собрались. А сколько стоит? Отвечаю на поставленный вопрос. За базовую версию, внимание, на 12 плюс 128, производитель просит примерно 1100 евро. За версию 12 плюс 256, 1160 евро. 12 плюс 512, 1300 евро. Итак, друзья, вот такая вот у нас новиночка. Вот такие у нее характеристики и вот такие цены. Что думаете вы по поводу Google Pixel 8 Pro? Своё мнение отпишите в комментарии к данному видео. Хотели бы вы себе приобрести данную новинку? А если хотели бы, отпишите, на замен какому смартфону планируете приобретение. Ну и также даже если не планируете приобретать, отпишите, как вам по вот этим характеристикам данная новинка понравилась или нет. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Zen канал, на мой Telegram канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь. Мы еще увидимся в интернете. Всем пока!